за четыре часа прошел resident evil 3 что можно сказать то что тут скажешь мало очень мало до одна компания в результате 2 проходилось также быстро но там их было 2 плюс дополнительные режима наемников увеличивали реиграбельность а тут четыре часа и все считает и увидел в игре за 60 баксов все да есть еще мультиплеерный режим resistance но о нем чуть позже и так не то чтобы обзор но мнение о resident evil 3 ремейк сразу скажу что игра мне понравилась наверное даже не меньше чем прошлогодний ремейка в интернете часто слышу что игра будет похуже чем вторая часть но я с этим не соглашусь то был сурвайвал хоррор а сейчас мы имеем экшен хоррор игра сместила акценты и это абсолютно неплохо почему это должно быть плохо жанр экшен имеет право на существование как бы некоторые к нему не относились в итоге да игра полностью стала экшеном эдаким ярким боевиком что собственно говоря и верно ведь и оригинал был направлен в сторону экшена и тут уже вопрос как игра на рельсах сурвайвал хоррора показывает себя в экшен среде разработчики добились положительного результата довольно просто выгнали игрока на более менее просторные локации подсунули на квадратный метр гораздо больше ходячих трупов и выдали игроку вполне объемный боезапас при всем при этом за вами бегает не ходит а именно бегает тот самый свинорылый щит хэд по имени немезис иди в общем веселись и ты как игрок действительно веселишься тебе практически ни разу не страшно а именно весело в определенные моменты конечно бывает и напряженно особенно если за спиной слышны шаги немезиса но в целом игра направлена на то чтобы нас развлекать вспомните resident evil 2 тягучий липучий страх и ужас который не отлипал от вас до конца игры здесь все иначе по карте расставлены бочки со взрывчаткой электрические ловушки опять же патроны раскиданность бери не хочу на упрощенном уровне сложности так вообще выдают штурмовую винтовку прямо как в оригинале сама джил умеет уворачиваться от ударов немезиса так и прочих упырей удачный ворот также дает вам замедление времени для произведения эффектного выстрела между глаз нападающим и в итоге ты такой на расслабончике бегаешь и палишь во все стороны я еще не играл на хардкоре но на стандартном уровне сложности не говоря уже об упрощенном именно все так как я описал и это неплохо это хорошо забавно и весело при этом все действие происходит в абсолютно разных локациях ракун сити которые богаты на так называемый environment storytelling на русском это типа когда сама локация элементы дизайна молчаливо но отчетливо понятно рассказывать что здесь произошло в общем несмотря на скос в сторону боевика густой атмосферы как и в resident evil 2 здесь достаточно ну по моему мнению все это разумеется с прекрасной графикой анимации движений и лиц на котором читаются все эмоции персонажей классно классно но разумеется без минусов тут никак не обходится к сожалению одно из них это малое количество новых противников я насчитал таких не беря в расчет самого немезиса это четыре новых вида угроз гребаная жаба из канализации зомби с щупальцем на башке аля ганада в resident evil 4 мерзкие пауки и бронированное нечто из оригинала в больнице и ладно казалось бы их всего четыре так за всю игру каждый из этих подвидов встречается в количестве но меньше десяти раз так жаб из канализации я увидел всего штук пять пауков но максимум наверное 7 штук зомби отращивали щупальца на башке от силы ну раз шесть или восемь разве что обезьяны из больниц ну наверное раз десять повстречал при всем при этом убиваются они без никаких проблем и какой-либо серьезной опасности не представляют так жабы меня ни разу за два прохождения даже не задели в итоге в основном мы сражаемся против стандартных зомби и немезиса благо зомбаки такие же опасные как и в resident evil 2 шатаются и стороны в сторону довольно устойчивый при этом в них действительно трудно попасть и казалось бы в простейшей ситуации они умудрялись до меня добраться но при этом у при переехали прямиком из resident field 2 те же самые скины зомбаков те же самые лица ну как-то халтурно знаете что касается немезиды в демке он мне показался довольно мощным парнем в игре же я сносил его ну просто на 1 2 да он опасен да он с одного удара может снести много здоровья плюс тому же он может нанести серию ударов от которой невозможно увернуться например когда героиня лежит от первого удара немезис не гнушается нанести еще пару ударов тем самым может и убить а ты с этим ничего не можешь поделать но при всем при этом одна брошенная граната или четыре выстрела с дробовика унимает весь пул пацана и от обиды он садится на колено и скидывает полезный лут в виде прокачки для оружия или дополнительных патронов чтобы игроку было еще легче завалить его при следующем контакте техническое исполнение я играл на xbox one x на мощнейший консоли как вы знаете все бы хорошо картинка сочная разрешение высокая но вот fps скачет и это чувствуется игра идет в 60 fps но держит эту планку довольно вяло проседать до 40 или 30 fps бросаются в глаза и слегка нервирует следующий как бы минус это малое количество нового оружия вот имеем штурмовую винтовку которая дается только в упрощенном режиме либо есть только у второго играбельного персонажа карлоса да и все кто играл может там еще что то есть я может пропустил но так или иначе остальное все было и в resident evil 2 пистолет дробовик гранатомет и мощный пистолет ну типа desert eagle наоборот даже будто меньше стало оружие пропал mp5 пропала узи пропал револьвер и так далее ну и конечно главный недостаток это мало четыре часа в стандартном режиме это мало настолько мало что пройдя первый раз игру я тут же принялся за повторное прохождение игра то отличное но мало понимаете здесь нет режима наемники нет дополнительных режимов игры типа побега на время есть тот самый резистанс но нем еще чуток попозже что по итогу игра мне понравилась отличный боевик но не за full price парни красная цена этой игре 30 долларов ну или 2000 рублей никак не 4k причина это малое количество времени что игра предлагает в ней провести даже статистика в самой игре говорит о том что она маленькая мне дали категорию c по прохождению на 8 минут больше четырех часов и поиграл и это я бегал назад что-то выискивал лутал где только можно для высшего ранга игра предлагает ее пройти за два с половиной часа но это не серьезно так что только на скидках чуваки мне повезло больше одолжил игру у друга но опять же повторюсь это четыре часа довольно интенсивного развития событий игра не отпускает от начала и до конца и скорее всего понравится всем фанатам жанра даже при повторном прохождении я еле оторвался от игры лишь потому что физически уже устал сидеть перед телевизором так как как я уже сказал я тут же начал новую игру итоговая оценка мало из 10 а вот что касается резистанс это говно бля